Ежегодно в компании ArcelorMittal Timurtau проходит неделя знаний, принять участие в которой может каждый сотрудник. В этом году обучающие мероприятия для работников проводились как в офлайн, так и в онлайн форматах. Стараемся охватить больше рабочий персонал, также много мероприятий, в том числе проведение English Club, то есть сотрудники, которые изучают английский язык, интервью с женщинами-лидерами. Это наши руководители, их не так много, интересно всегда с ними побеседовать, это все онлайн формат. Помимо обучения, на неделе знаний работники участвовали и в различных конкурсах. Например, команды со всех шахт угольного департамента АО ArcelorMittal Timurtau боролись за звание лучших в конкурсах профмастерства. В рамках недели знаний в учебном центре «Шахтер» прошли конкурсы профессионального мастерства среди работников разных профессий, где участники продемонстрировали свои знания и опыт. В мероприятиях приняли участие специалисты своего дела. Среди них машинисты горных выимочных машин, диспетчеры и подземные электрослесари. Условия были максимально приближены к производственным. На макетах работники демонстрировали свои профессиональные навыки. Безусловно, ребята все подготовленные, как бы не просто так ехали сюда, готовились. Замечательно, очень хорошо, что проводятся такие конкурсы, почаще будет. Первый день в конкурсе приняли участие машинисты горных выимочных машин. Участники признаются, что очень волновались, но ко всем испытаниям подошли со всей ответственностью. Руководство верит в нас, то, что уже не первый раз мы на этих соревнованиях. Ну и проходили курсы, решили проверить знания. Практическое все равно, оно не часто встречается на шахте, но полезное вот это вот обучение. Все понравилось, нормально. Почаще можно было бы так делать, чтобы люди свои знания проверили. Очень хорошее, конечно, пообщались, можно пообщаться, поговорить. Хороший опыт поделиться, все равно люди с разных шахт, с разных регионов, все равно интересно. В кабинете тишина. Это идет теоретическая часть соревнования. Участники отвечают на вопросы, связанные с рабочими моментами. Если к теории подготовиться можно, то для выполнения практической части необходим опыт и ежедневная практика. Командам нужно было выявить и устранить различные неисправности в работе компайна SL-300. Члены комиссии отметили, что с этим заданием машинисты успешно справились и показали хорошие результаты. Важно, понимаете, чтобы у людей была заинтересованность в профессиональных знаниях. Заинтересованность и какой-то почет, что человек, прошедший вот этот конкурс, победил, он будет понимать, что он самый лучший в департаменте, он знает. И мне кажется, это будет давать стимул для развития вот этого всего, для развития обучающих процессов и для самих шахтеров, что они профессионально понимают, что все знают, все умеют. И не будет сложности в шахте, когда происходят какие-то неприятности. На следующий день в рамках конкурса встретились команды, в состав которых вошли подземные электрослесары и диспетчеры. На шахте в их руках находится управление вентиляторами главного проветривания. В ходе конкурса каждому участнику нужно было устранить ту или иную неисправность, при этом показав сплоченную работу. Команды справились с задачей слаженно и быстро. Однако под пристальным взглядом жюри выполнять задания не так просто, тем более, когда время ограничено. Для работников это очень полезная тренировка. Дело в том, что вентилятор главного проветривания работает круглосуточно и круглогодично. Все 365 дней в году работает хотя бы один из агрегатов. И просто так попробовать поуправлять одним или вторым почти невозможно. Для этого существует только несколько часов в месяц во время проведения регламентных работ. По итогам двух конкурсов были определены победители. Лучшими среди машинистов горных выемочных машин стала команда шахты «Шахтинская». Второе место по праву досталось участникам шахты «Абайская». А команда «Казахстанская» заняла третье место. Очень понравилось это мероприятие. Благодарим учебный центр за такие праздники для нас. Среди подземных электрослесарей и диспетчеров лучше была признана также команда шахты «Шахтинская». Почетное второе место заняли работники шахты «Казахстанская». А третье место досталось представителям шахты «Абайская». Готовились, переживали. Все-таки это честь шахты, надо стараться. Как бы нас же тоже отправляют не просто так. Надеются на нас, рассчитывают. Поэтому старались как могли. Подводя итоги, члены жюри поблагодарили всех участников и вручили подарочные сертификаты. Анастасия Ходорева, Андрей Буховский. Новости Тимиртау. Новости Тимирта.